Аграрный вклад, рост экспорта и свое дело. Каждый третий трудоспособный белорус в прошлом году был занят в предпринимательстве. Какие сферы в топе? В их руках инструмент созидания. День строителя отмечают в Беларуси. Я бы хотел пожелать строителям мирного неба. Кто делает страну краше? Достойные условия. Общежития города на Березине ждут своих жильцов. Все жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Где располагаются завидные апартаменты? Лето в зеленых красках. Бойцы студотрядов работают в брожском лесничестве. Это очень весело и нас более сплочает. Сколько человек трудится? Ущемление бездомных, холодная ловушка и смертельная аномалия. Июльская жара в Токио унесла жизни более 120 человек. Пойдет ли градус на спад? Александр Лукашенко провел совещание по теме развития сельхозпроизводства. Порядок и дальнейшее реформирование сельского хозяйства обсудили в масштабах всей страны. Белорусский лидер в свое время поставил четкую задачу – создавать интегрированные объединения с полным циклом производства, переработки и реализации на основе современных технологий. Сегодня республика уверенно движется по курсу укрепления хозяйства. Государство вкладывает в АПК огромные деньги. Важно делать шаги в сторону совершенствования. Без развития села страны не будет. Ни нашей, ни России, ни Украины. Мы славяне, люди коллективные по своему духу, по менталитету. Поэтому село – это основа. Здесь, на севере, а еще севернее, особенно в Витебской области, ну невозможно будет жить и существовать в отдельности. И это может принести немало проблем, особенно в этом бешеном, быстро меняющемся мире. Мы сегодня должны сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства. Потому что без него страны нет, во-первых. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает и будет расти. К сожалению, лишних земель на планете нет. Все, что можно, мы разработали. Да, пытаемся в пустыне что-то сделать, вкладывая бешеные деньги, чтобы там какие-то продукты питания получить. Но это совсем не то. Поэтому надо интенсифицироваться. Спрос на продовольствие будет расти, потому что бешеными темпами в мире растет население. Вот простая формула. Ну и нам нельзя отстать. Сельское хозяйство нам дает хорошее развитие. Валовый внутренний продукт получает хороший процент от нашего продовольствия. Ну и в-четвертых, это имидж нашей страны. Сельское хозяйство обеспечивает, ну как раньше говорили, один человек в сельском хозяйстве, обеспечивает работу от 7 до 10 человек в городе. Назовите еще такую отрасль, которая бы обеспечивала работой людей. Хотя у нас уже сейчас это не проблема. У нас дефицит рабочей силы. Безработицы нет. Можно много называть причин, которые толкают нас к развитию сельскохозяйственного производства. Но немаловажно то, что мы умеем это делать. У нас создана хорошая школа. У нас есть база. Мы, слава богу, не разрушили тот фундамент, который был создан в советские времена для развития сельскохозяйственного производства, который в том числе тянет за собой большой кусок промышленности. Сельхоз, машиностроение, вы посмотрите, это, наверное, половину нашей промышленности. Это великое дело. Я еще раз повторяю, можно много называть причин, чтобы обосновать дальнейшие шаги по развитию села. Александр Лукашенко акцентировал, председатели районных исполнительных комитетов должны принимать более активное участие в жизни подконтрольных им регионов. Также глава государства призвал начальников сельскохозяйственных предприятий не экономить на зарплатах сотрудников. Вместо этого лучше снизить себестоимость продукции по иным направлениям. Спрос на авто, полезные нововведения и отечественные разработки. Весомый вклад в сферу АПК вносят ученые. Чем могут похвастаться специалисты? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Белорусский экспорт в первом полугодии увеличился более чем на 4%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продукции отгружены на 800 миллионов долларов больше. Главный драйвер роста – продовольственные товары. Их поставка свыше 13%. В основном за счет отгрузки молока и мяса. Весомый вклад в сферу АПК вносят белорусские ученые. Специалисты создали более 600 новых сортов сельхозкультур. К примеру, продуктивность отдельных зерновых до 120 центнеров с гектара. Рапс и зернобобовые могут давать 50-60. Касаемо картофеля, отлично себя зарекомендовали першацвет и юлия. Первый хорошо хранится зимой, а второй идеально подходит для производства чипсов. Каждый третий трудоспособный белорус в прошлом году был занят в предпринимательстве. Больше всего трудится в сфере оказания услуг. Среднемесячная зарплата без малого – 2000 рублей. Сектор малого и среднего бизнеса формирует свыше четверти ВВП, более трети инвестиций и налоговых поступлений, а также едва ли не половину экспорта товаров – порядка 46%. Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Разговор пойдет о достижениях белорусского народа, которыми дорожит страна, о тех ценностях, которые важно сохранить во имя будущего. Методические рекомендации по проведению будут размещены на национальном образовательном портале. Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле 2024 – чуть менее 4800 единиц. Это стало рекордом за последние три года. Ежемесячный оборот авто в Беларуси может достичь показателя в 9000. В стране созданы все необходимые условия для производства и импорта. Почти десятикратный рост продаж отмечается в сфере экотранспорта. За семь месяцев реализован 1261 электрокар. В территориальных центрах социального обслуживания населения по всей стране появилась новая услуга – персональный ассистент. Специалист может сопровождать в поликлинику службу занятости на выставку и другие места. Также он поможет в составлении резюме поиски необходимой информации о заполнении документов. Воспользоваться сервисом можно от 20 до 60 часов в месяц. Длительность зависит от степени нарушений здоровья человека, а также от совместного либо раздельного его проживания с родственниками. На них держится современный мир. Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают строители. Высококлассные специалисты прикладывают руку к возведению и огромных высоток и небольших домов. О созидании, крепком фундаменте и великой миссии Виталий Гаврусев. Профессиональный праздник – один из поводов собраться вместе и ощутить значимость и важность проделанной работы. Открытое акционерное общество «Бобруйский завод КПД» по-прежнему остается одним из крупнейших застройщиков Могилевской области и основным в городе на Березине. Отметил в своем поздравительном слове председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. Тем более, что это и его профессиональный праздник. Строительная отрасль города развивается, видите, по тем объектам, которые у нас в городе строятся. И это не только жилье, это объекты социально-культурного назначения. И, как я уже отмечал, из нашего завода Бобруйского КПД были собраны конструкции нашего последнего детского садика. Я бы хотел пожелать строителям мирного неба, самое главное – здоровья. Ну и, конечно, все планы, которые там намечены были, всегда сбывались. Фундамент большого дела – быть причастным к важному труду, преображать облик любимой страны, приносить радость людям и оставлять след в истории государства. Все это кропотливая работа строителей. Благодаря преданным своему делу профессионалам Бобруйск – красивая картинка. Появляются новые социальные, культурные, промышленные и торговые объекты. Развивается инженерная инфраструктура. Строятся жилые дома. Только за последние три года введено в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов, из которых более 40 тысяч квадратных метров для многодетных семей. В текущем году введен в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Киселевичи. Начато строительство нового хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи. Профессия – строить, призвание, созидать. Свой вклад в развитие города на Березине вносят и сотрудники Бобруйск Энергомонтаж. Когда человек знает толк в своем деле, его труды всегда становятся предметом восхищения. Команда строителей живет единой миссией. Наш коллектив составляет чуть более 100 человек. Мы занимаемся всеми видами общестроительных работ. У меня отец строитель, он практически очень много построил объектов в городе Бобруйске. Это с начала 60-х годов и, наверное, по середину 90-х. Практически я еду по городу и много его объектов знаю. И с ребенком даже он меня брал на работу, я это все видел. Ну, так судьба осужилась. Уже 34 года, как работаю в строительстве. Нашу страну сегодня можно сравнить с огромной строительной площадкой, где год за годом, ни на миг, не прорываясь, кипит напряженная работа. Возводятся различные сооружения и жилые дома. Строятся дороги, появляются новые микрорайонные и населенные пункты. И все это благодаря строителям. История Бобруйского завода КПД началась в 1977 году. В 1988 году завод переходит на хозяйственный расчет и арендную форму собственности. С 2006 года начался поэтапный процесс модернизации и технического перевооружения. В 2013 году предприятие завершило реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей». За эти годы сдано 1 млн 206 тысяч квадратных метров жилья. Возведено 2500 зданий и сооружений. Предприятиям освоен полный цикл строительства домов. С уверенностью можно сказать, именно строители оставляют после себя самый заметный след на планете. Сегодняшние новостройки и столетия спустя будут служить потомкам. Руками специалистов предприятия в Бобруйске возведены 5-6 микрорайоны. Микрорайон западный, жилье в других частях города. Возводится 7-й микрорайон. Строится жилье в других городах Беларуси. В 2023 году объем производства составил 39,7 тысяч метров кубических конструкций, 66,6 тысяч метров квадратных жилья. Выручка от продаж жилья и нежилых объектов составила 26,4 млн рублей. За 2022-2023 годы реализованы 632 квартиры. Великая миссия. Бобруйские строители застраивают микрорайоны и реконструируют исторический центр. Возводят дома и осваивают новые высоты и высотки, технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Строите далеко идущие планы. Возводите мосты любви. Закладывайте фундамент хороших отношений с родными и друзьями. Новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо вам за наш красивый и уютный город. Пусть День строителя вдохновляет вас на новые профессиональные достижения, успешную реализацию проекта в покорении новых высот. Во все времена к строителям относились с огромным уважением. Для меня большая честь поздравить вас, уважаемые ветераны и работники строительной сферы, с профессиональным праздником, с Днем строителя. Я хочу пожелать вам, представителям строительного дела, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха в труде на благо нашего любимого города. Мира и добра вам и вашим семьям. С праздником! Особые слова благодарности за верность профессии ветеранам-строителям. Традиции, заложенные ими, надежный фундамент, на котором уверенно стоит отрасль. Многолетний опыт перенимает молодежь на благо своего города и любимой страны. Сложность есть всегда. В основном работа заключается с проектно-сметной документацией. Поддерживают наставники, которые прикрепляются после распределения. Это работники КПД, соответственно, и моего отдела. Здесь точно профессионалы своего дела знают свою работу, хорошо выполняют поставленные задачи. Все, что создано трудом, талантами, руками профессионалов, останется в веках, будущим поколением. В этом и заключается благородная суть, созидательная суть строителя. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели. Летний энтузиазм. Студенческие отряды продолжают работу. В Брожском лесничестве трудятся учащиеся колледжа имени Ларина. 14 девушек занимаются прополкой, переносят ящики с саженцами, ухаживают за насаждениями. За добросовестную работу и приятные денежные вознаграждения и похвала от руководителей. Приличная помощь для нашего питомника, потому что питомник большой, объем работы большие, и поэтому помощь всегда нужна. Я учусь в БГК имени Айя Ларина, на воспитателя. Попала я в студенческий отряд, поскольку мы хотели все подработать. Нас отправили в лесхоз, мы оформили документы, ну и попали сюда. Это очень весело и нас более сплочает. Всего в этом году в Бобруйске закончили и продолжают работу 59 студотрядов. В планах трудоустроить порядка 850 человек. Около 600 молодых людей уже стали частью масштабного движения. Крыша над головой. Общежития Бобруйска предлагают достойные варианты для комфортной жизни. В общежитии на Ленина 61 Богдан Назаров женой и дочкой живет почти два года. В распоряжении две светлые комнаты, небольшая, но практичная кухня. Все удобства. Благодаря желанию и приложенным усилиям, блок в девятиэтажном здании превратился в квартиру мечты. Рядом школа, буквально два шага пройти. Также и садик, ну и до центра, даже пешком минут 10. Мы сделали уже ремонт для себя, потому что мы здесь останемся не на один год, чтобы было хоть немножко комфортно. Кто может получить место в общежитии? В списке – молодые специалисты, семьи, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все, что необходимо – пакет документов и заявления. После – обязательное заседание комиссии. Гражданам предоставляется возможность ознакомиться, посмотреть данные жилые помещения. Если их устраивают, значит мы подписываем договор. Далее человек регистрируется, проживает, делает ремонт. Как правило, все жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Всего на балансе ЖРЭУ Ленинского района 20 общежитий. В них уже обживаются 17 молодых специалистов и 6 семей. В комнатах вовсю кипит работа, ремонт, наведение чистоты и порядка. Камень преткновения. В Бобруйском горисполкоме прошло выездное заседание экономического суда Могилевской области. Причина конфликта – в отказе городской исполнительной власти менять режим работы одного из торговых объектов на круглосуточный. Основа для принятия такого решения – наличие алкоголя в магазине. Спиртные напитки занимают 18% от общего объема товаров и ставят под угрозу спокойную жизнь бобручан. Заслушав каждого и приняв во внимание все детали дела, судья вынес вердикт в пользу заинтересованной стороны. Суд оценивал уже всесторонне полно все обстоятельства, всю картину. Поэтому решение Бобруйского горисполкома, которое соответствовало духу закона об основах административных процедур, закона о профилактике преступлений и правонарушений, оно в общем-то в этой связи являлось законным. Поэтому суд поддержал Бобруйский горисполком. Отсутствие круглосуточных магазинов розничной торговли связано и с желанием бобруйчан. В принятии решений об изменении графика работы подобных объектов в руководство города опиралось на мнение местных жителей. Опрос показал, нужды в так называемом ночнике нет. Острая нехватка, необычный аромат и избавиться любой ценой. Бездомные мигранты вновь заполонили улицы Парижа, что предпринимают власти города любви. Далее громкие заголовки мировых новостей. Тысячи британских пенсионеров оказались на грани финансового краха. Плачевная ситуация связана с решением правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо. В новом постановлении Кабмина говорится о сокращении компенсации за отопление 10 миллионам пожилых людей в Англии и Уэльсе. Местные правозащитники уже предупредили вышестоящих о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за ухудшения условий проживания, что может усугубить и без того сложное положение здравоохранения. Бездомные мигранты, которых власти пытались выгнать на время Олимпийских игр, вновь заполонили улицы Парижа. Люди разбили палатки на площади Бастилии. Однако силовики быстро разогнали импровизированный городок. Сейчас бродяги вынуждены прятаться на парковках и в других местах, где их труднее обнаружить. К слову, за последний год подальше от французской столицы было вывезено более 12 тысяч человек. Июльская жара в Токио унесла жизни более 120 человек. По информации местных властей, большинство жертв – пожилые. 37 тысяч граждан разных возрастов обращались за помощью медиков из-за обезвоживания и тепловых ударов. Прогнозы на август неутешительные. Синоптики утверждают – аномально высокая температура не спадет и будет только усиливаться. В Польше усугубляется кадровый кризис. Крупнейшие здания республики причинами называют сокращение миграции и демографические проблемы. Количество вакансий увеличивается от квартала к кварталу. На конец марта их было более 112 тысяч. В некоторых отраслях нехватку сотрудников испытывает более половины компаний. Ее можно наблюдать в производственной индустрии, а также в сфере транспорта и логистики. Бренд Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак. Духи получили название «Фефи» в честь пса одного из создателей. Фигурка лапки, украшающая флакон, покрыта 24-каратным золотом. Такой же медальон для шейника питомца идет бонусом к покупке. В аромате присутствуют ноты иланг-иланга, сандалового дерева и мускуса. Цена пузырька – 99 евро. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новая неделя. Новая неделя, новая неделя. Новая неделя, новая неделя. 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 Продолжение следует...